Теперь дети-инвалиды могут учиться в обычной школе. Введение стандартов инклюзивного образования, конечно, не означает, что с 1 сентября все школы будут соответствовать требованиям для приема школьников с ограниченными возможностями здоровья. Но педагоги к обучению ребят с особенностями развития должны быть готовы. Инклюзивное образование, то есть совместное обучение всех детей и здоровых, и с особыми образовательными потребностями, выходит за рамки традиционной учительской деятельности. Сегодня сотрудники школ должны разбираться в социальной педагогике, а также знакомиться с реабилитационной, консультативно-диагностической и психотерапевтической деятельностью. Готовить такие компетентные кадры можно с помощью специальных курсов, отмечают специалисты. В 8-й гимназии семинар на тему включения детей с аутизмом. В образовательный процесс сегодня провела Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма. Сочинским педагогом, членом общественного совета при Министерстве здравоохранения России, рассказала о 4-летнем опыте включения детей с аутизмом в московской школе. Школы от этого не рушатся, педагоги от этого не сходят с ума. Все страхи, которые испытывают администрации школьные перед включением этих детей, они не оправданы. Надо просто это делать и понимать, как это делать. Если это делается правильно, последовательно, на основе методик, на основе квалифицированного педагогического подхода, то в результате школы очень от этого выигрывают. Мы цивилизованная страна, мы уже не можем больше держать детей каких-то в связи с какими-то их особенностями дома и не пускать их в школу. Это уже такой, в общем, на самом деле, такой пещерный взгляд на жизнь. Готовясь принять в ряды своих учеников детей-аутистов, в 8-й гимназии не только обучают учителей, но и меняют нормативно-правовую базу и материально-технические условия. Готовы здесь и к тому, что не все родители будут готовы понять новый образовательный стандарт. Я прекрасно понимаю, что многие родители, наверное, воспримут с насторожностью. Как с насторожностью воспринимают всегда любые инновации, любые нововведения, любые перемены, любой здоровый нормальный человек. Но это перемены, которые необходимы всем нам. И еще вопрос, кому необходим больше? Этим детям или, скажем, той массе здоровых детей, обычных детей, которые мы привыкли обучать. Поэтому я думаю, что мы усидимся и найдем общий язык и будем работать. Сегодня в Сочи, по официальным данным, проживает более ста детей-аутистовой, сотня детей с другими трудностями в развитии. Многие ли из них будут отмечать День знаний, пока не ясно. Но то, что к первому сентября в крае будут работать 154 муниципальные школы в рамках новых стандартов, обучающих детей по программе инклюзивного образования, вопрос решенный.